всем привет ровно месяц назад я вам показывал чистку монет мылом но мыло не простое а с чудотворными способностями уже в первые дни чистки этим мылом мы извлекали чистые монеты и самое главное в родной батине по результатам недельной чистки практически все монеты были идеально почищены но несколько монет не поддавались и мы их забросили на целый месяц вот и прошел месяц и как я обещал мы их достаем и смотрим что у нас получилось вот на этих монетках я пожалуй остановлюсь следующий видеосюжет связано с чисткой монет с мылом именно начну с этих я вам расскажу и покажу а когда эти монеты полностью почиститься за какой период времени я считаю что следующее видео сюжет именно будет завершающим по чистке вот этого катиного пятака когда он подойдет к тому состоянии которое меня удовлетворит я вам запилю продолжение видео и покажу на обзоре именно эти монетки которые у нас остались а сейчас ребята наверное отправляем долгое путешествие нашей монетки все тоже самое тот же состав мы отправляем включусь именно тогда когда эти монеты будут почищены в общем осталось раз два три 4 5 6 7 8 9 9 монет из 21 у нас как бы отправляется в долгую дорогу ждем ну что наша соляночка приступим к извлечении монеток повторюсь еще раз месяц и суда не залазили так что у нас все достаем как и раньше достаем остатки остатки сладки что произошло с нашими монетами которые были в очень сильной зеленки в частности наш пятак водичку были по узкие монетки и я хочу узнать что получилось с монетами надеюсь что родная патина останется их у нас оставалось немного наверное штук около 10 и вот спустя месяц мы их достаем ребята месяц проверяем я надеюсь что это последнее извлечение больше мы доставать и закладывать ничего не будем из этой партии да все больше ничего нету баночка нам больше не нужно оставим на следующий раз и теперь обычной щеткой зубной смываем с монет остатки остатки мыла как вы видите на монете какая-то получается темная коричневая такая пенистая субстанция это означает что это сходит частично патина ребята да да сходит частичная патина это у нас павел ну в принципе неплохая такая получилась монетка ребята очень хорошая монеточка ой 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 эхо здесь немножко есть косяк ну ладно сейчас я все вне эфира все монетки сполосну протру и вам конечный результат конечно же покажу ну что ребят вот они наши монеты к сожалению екатеринский пятак как вам сказать не особо интересный здесь результат конечно зеленка до сих пор осталось это означает что патина тоже отсутствует я ее наверное буду очистить при помощи своего средства это конечно ортофосфорная кислота мылами очищу только те монеты которые достаточно хорошего экземпляра и если хочется оставить родную патину как вот на этих вот монетах родная патина осталось как вы видите монетки с родной патиной но но они как бы после долгого времени в мыле немножко такой налет какой-то непонятный и после мыла проявляется стягива арен вот и после вот видите да очаги белого это стеарин и он возможно на ваших монетах будет проявляться еще очень очень долго вот почему мне мыло как бы чистящие средства как чистящие средства не устраивает с нашего 5 копеечного советского 24 года патина тоже частично слезла и результат конечно не очень я конечно будут свет выравнивать тоже при помощи ортофосфорной кислоты возможно получится даже в этом видео сюжете я вам покажу эти две монетки буду чистить ортофосфорной кислоты и вам в конце видео результат конечно же покажу что получилось так следующее что я буду делать с этими монетами конечно же некоторых местах зеленка все-таки осталось после месяца даже чистки ребята видите да после месяца чистки зеленка кое-где осталось на каждой монетки практически небольшие кусочки остались я их наверно буду снимать так что вот такой то результат получился я сейчас пройду своей волшебной щеточкой латунной по всем монетам и монеты будут уже по-другому играть я вам еще раз покажу итак монетки ребят я прошелся этими вот волшебными щеточками причем работал и стальной и латунный результат вот смотрите вот монеты обработаны латунной щеточкой вот видите на них такой получается цвет желтоватый золотой и монетка как бы кому как понравится вот они две монетки почищены латунными щеточками желтоватый если взять обычные которые я почистил стальной щеточкой цвет вот такой мне такой больше нравится такой шоколадный немножко блестящий если сравнить две монетки сейчас я вам покажу вы наверное сразу отличите какие стальной прошлись а какой обычный латунный то есть латунные они желтоватые вот они две нижние а верхние у нас шоколадные такие и обратите внимание царапин от щеточек нету я вам под микроскопом показывал монеты возможно ближайшем будущем у нас будет в экспериментах участвовать где я постараюсь спрятать вот эти царапины от лопаты что касается других монет здесь к сожалению родная патина сходит и осталась зеленка осталась зеленка небольшая незначительная и я буду удалять при помощи ортофосфорной кислоты буду в ортофосфорной прямо сейчас бросать несколько монет это вот это екатеринский пятак зеленка больше при помощи мыла не сходит патина частично ушла и монета некрасивая в трех в четырех цветах белый это стерен проявляется зеленку окисел темная патина родная и светлый уже цвет монеты вот так же я заброшу и и так советский потому что патина неоднородная буду чистить до чистого металла и потом либо накладывать искусственную патину либо она сама ляжет так что сейчас корта фосфорной кислоте что ребят вот наша миска сюда мы бросаем и так затем забросим пять копеек бросаем так чтобы они не накладывались друг друг на дружку и заброшу еще двушку екатерины ложу равномерно чтобы еще раз не было накладывание вот так вот в принципе и оставляем на 10-15 минут затем достаю прохожу щеточкой и вам в конце видео конечно же результат своей жидкости покажу но с этими монетами пожалуй больше делать ничего не стоит так и оставим и так ребят пока наши монетки чистится хочу вам вот что показать специалисты пожалуйста отпишитесь смотрите на петровской на палвовских монетах гурт слева две монеты одинаковые в одном направлении другая же монета в другом что означает ребята что означает на гурте разная разлиновка вот все монеты сказать это копеечки павловские как бы ты их не переворачивал гурт у нас как вы видите в одной монеты в другую сторону специалисты прошу отписаться может это разновид какой или что-то в этом роде именно вот эта монетка и м 1798 года вроде никаких вот других разновидов я как-то не вижу ну вот по гурту разница есть вчера ребят вчера чистил копеечку двадцать четвертого года при чистке гурта я обнаружил что у ней гурт лысый не ребристый а лысый такая монетка стоит 3000 вот так вот смотрите горты и так ребята лежат наши монетки и процесс принципе есть даже невооруженным глазом это заметно как от монеты исходят пузырьки под микроскопом лучше видно что именно процесс идет на том месте монеты где у нас находится именно зеленый окисел это ортофосферная кислота работает на зеленке сам металл не трогает если металл очень хороший бодрого сохран и на нем нет зеленки то сама кислота монету не трогает вообще ну это видом невооруженным глазом а под микроскопом это еще и лучше заметно итак ребят ну что пока вот такой промежуточный результат две монетки я уже больше бросать жидкость не буду а вот этот пятачок нужно еще чтобы он дальше отмокал потому что коросты болячки как вы видите еще присутствует и мне нужно все это удалять потому что если все это не убрать то впоследствии могут появиться зеленые отложения то есть болячки они будут снова расти и зеленка будет произрастать еще больше с этими монетами у нас получилось в принципе вот так вот до чистого металла их почистил потому что на этой монете был неоднородный слой патины то есть было двухцветка сейчас один цвет медный чистый следующая монета тоже почистил патина вся слезла но как вы видите монета не очень хорошего сохранить к и сейчас эти монеты я постараюсь привести в коллекционный вид итак ребят ну что наши монеты пока чистится уже в таком бодром сохранщики уже порядка около часа около часа вот но наши монеты которые вам показывал я их запатинировал двумя вариантами вот светлый вариант патина монетка в принципе достойно теперь выглядит я даже успел ее законсервировать вот принципе неплохо второй экземпляр был похуже и я решил рельеф немного поднять и рисунок тем самым подрисовать и монетка у нас получилась вот такая вот в темной патине слегка поднят рельеф и законсервирован но не буду я дожидаться именно когда эта монета почистится но видите что все сходит потихонечку я думаю еще пару часов и будет чистая медь так что вот так вот результат нормальный но результат действительно ребят нормально получился после того как мы на месяц оставляли монеты или на них была зеленка с некоторых монет зеленка ушла очень хорошо и монетки добротно так выглядит в родной патине ребят повторюсь еще раз в родной патине получилось неплохо неплохо эти пришлось мне патинировать до чистого металла я их счищал но пятак который был зеленый жутко зеленый вы видали мне пришлось вот продолжать чистить именно вортофосфорной кислоте на этом вот на приятной красивой ноте я буду и заканчивать свой видео ролик очистки медных монет месяц целый месяц они у нас лежат на этом и все пишите комментарии всем пока до новых встреч